И снова всем привет! А сейчас я расскажу о своей новогодней подсылке от Юлии Менделеевой. Маленькая и чайно-сладкая. Вот такие вот конфетки она мне прислала, мятные, от Нестри. Кстати, очень классные, я такие покупала в Финляндии год назад. Это такие вот, как нарисованы на упаковочке, маленькие пластиночки шоколадные с мятной прослойкой внутри. Я даже сейчас ее вскрою, чтобы показать, как это выглядит. Вообще, если вы любите мяту и шоколад, то я вам их советую. В принципе, она покупала где-то рядом в Питере или под Питером. Думаю, где-нибудь там в городах не Углич такое должно быть. В каком-нибудь низком магазине даже возможно. Вот такие вот конвертики. Вот такая вот плитчика. Маленькая, мягонькая. Я их уже давно не ела, но чуть меньше года, но они мне очень нравятся. В Финляндии я в одном магазине в Хельсинге видела даже коробочку побольше. 24 полосочки. Вот такие две шоколадки. Такой шоколад продается, по крайней мере, раньше я видела у нас в Магните. И чаще на него бывали скидки. Но он где-то рублей по 80, по 70, по 90 где-то. Но может быть за 100. Сейчас уже продается. Тут 100 грамм. Это темный шоколад с мятой. С кусочками мяты. Очень классный. Он мне нравится. Если вам нравится опять же шоколад с мятой, то я вам советую. А это тоже 100 грамм. Кстати, сделаны оба. Один в ноябре этого года, другой в октябре. И сроком до февраля, естественно. И, соответственно, до января 2017 года. А тут темный шоколад с апельдиновыми кусочками. Похоже так. Они такие, как карамельные маленькие штучки. В общем, он мне очень нравится. И тут и другой. А это уже тут все было в таком пакетике. Из-под константы. Сама я ни разу не покупала, но видела этот магазин. Видела эти жуткие цены. Но чай мне, в принципе, оттуда нравится. Вот пакетик из константы. И, соответственно, сам чай. Тут три пакетика по 100 грамм. Это некий праздничный. Черный, а сам вообще тут опечатка. Но уж мы простим этому чаю эту опечатку. С кусочками белого шоколад. Что такое шоколад? Интересно знать. Потом миндаль, цветки, апельсины, василек. Яркий ароматный купаж подарит вам праздничное настроение. Ну, посмотрим. Может быть, сегодня заварю, а может быть, завтра. Вот такой вот. Еще один такой чай. Это грецкий орех. Смесь цирлонского, индийского и китайского черного чая с добавлением грецкого ореха и манны. Что такое манны, без понятия. Терпкий настой с карамельно-ореховым вкусом. Ароматный напиток подходит для послеобеденного чаепития. Ну, вот, может быть, на днях послеобеденное чаепитие и устроен. Ну, тут еще наклейка от контакта. Удивительный вкус нашего дрожжа для гурманов. Кстати, и в контакте, и вонце, и очень прикольные леденчики бывают из тростникового сахара. По типу, как вот у меня вот здесь вот в мисочке стоит. Такой. Там бывает обсыпан вишней сухоной. Еще бывает в контакте или вонце, я точно не помню, вишня в шоколаде, орехи в шоколаде, орехи в йогуртовой глазури. Очень вкусные, мне нравятся. Но это за сладкоежек. И последний пакетик чая, это Цейлонский Шаолэнс. Из района Уба. Просто чистый черный чай. Вообще, 50 грамм, но выглядит так прилично. Вот такая небольшая посылочка на Новый год от Юльки. Если вам было интересно, то я очень рада. Ну, и до встречи. Пока!